Создание цивилизованного рынка наружной рекламы – такова цель, поставленная руководителем региона Андреем Воробьевым перед главами муниципальных образований. Действительно, сейчас виды дорог и населенных пунктов далеки от идеала. Разномастные таблички на столбах и деревьях, конструкции, подчас представляющие угрозу и пестрые вывески. На днях в столичном регионе начался масштабный демонтаж незаконных наружных конструкций. Таких, по оценкам специалистов, в области более трети. В Ленинском районе планомерная работа по зачистке территории началась давно. В 2012 году рекламная отрасль Ленинского района принесла в муниципальную казну 92 миллиона рублей. Доход был увеличен в 48 раз. Самое главное достижение – платежи в бюджет регулярные. Кроме того, в прошлом году началась работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций. От нелегальных билбордов очистили аэропортовскую трассу, Каширское шоссе, убрали щиты и в Видном. Но предстоит сделать еще больше. Этот год – год наведения порядка. Мы демонтируем 450 рекламных конструкций крупного формата на территории Ленинского муниципального района. Кроме больших рекламных счетов, необходимо уничтожить и мелкий рекламный мусор. Это еще примерно 2000 единиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Именно таково максимальное количество так называемых рекламных табличек, вывешенных на одном дереве. Именно с него сегодня и началась зачистка от несанкционированных рекламных конструкций здесь, на повороте на Богданиху. В основном, такую рекламу, наносящую урон зеленым насаждениям и производящую самоудручающее впечатление, можно увидеть на сельских дорогах в частном секторе. Не понимаю руководителей фирм, которые пытаются добиться от такой рекламы какого-то результата, не только финансового. Должно же быть какое-то моральное удовлетворение своей работы. Выглядит все ужасно. Полномерная работа муниципального унитарного предприятия «Реклам-сервис» строится на взаимодействии со многими структурами. Управлением информационной политики правительства Подмосковья, Госадмотехнадзором, Видновским ДРСУ, Управлением внутренних дел. Только в этом году было возбуждено пять административных дел по факту нарушения ГОСТа 52044 о рекламе. Работу будем продолжать. Стараться выявлять щиты, которые стоят нарушение требований ГОСТа, строительные стережные материалы, выдавать предписания на демонтаж этих щитов. И контролировать выполнение этих предписаний. Мы отмечаем работу Ленинского района как позитивную работу на ту задачу, которая перед нами стоит, на ведение порядка. В планах муниципального предприятия до конца года убрать все незаконные рекламные щиты. Сейчас в связи с принятием 98-го федерального закона это стало проще. Если у владельца билборда нет действующего разрешения, демонтаж осуществляется по предписанию органов местного самоуправления, без необходимости обращаться в суд. Были внесены изменения и в Кодекс административных правонарушений. Административный штраф за размещение конструкции без разрешительных документов был увеличен. Если раньше он был 50, то вилка была от 50 до 100 тысяч рублей, то теперь от 500 тысяч до 1 миллиона. Предпринимаемые меры должны привести к тому, что наши дороги и населенные пункты станут соответствовать самым высоким европейским требованиям. Татьяна Акимова и я, Дамия, Видное ТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...